Я правильно вас понял, что существовала угроза террористическому акту, и поэтому... В Ниговском переволке, да, совершенно верно. И поэтому вы перенесли... Не мы перенесли, нам рекомендовали силовые органы перенести. Не проводить там нам рекомендовали силовые органы, а то, что мы все-таки решились и провели на Киевской 21, это было даже для них сюрпризом, потому что утром, когда мы начали проводить, подошли сотрудники полиции, которые не были даже в курсе, что в этом районе будут проходить референдум, и были в начале противоречия, но потом они увидели, что ничего здесь крамольного нет, что здесь нет никакого экстремизма, нет никаких вещей, которые там провоцируют на какие-то вещи. И нам дали возможность провести большое спасибо казакам, которые были с нами с самых первых минут, и которые обеспечивали порядок и организацию этого референдума. И я уверен, что мы и в дальнейшем, как минимум в рамках Донецкой Народной Республики, будем тесно сотрудничать с казачьей общественной организацией российской. Сотрудничество только начинается. А те, кто угрожал терактами, они подписывались или это были... Да, конечно, и анонимно. Анонимные угрожали. Указывали имя, отчество и номер паспорта. Да, ну, молодец. Иногда говорят, что... Количество тратилов. И где? Грама. Андрей Скороход, Союз наблюдателей России. У меня такой вопрос. Когда будут подведены итоги вовремя заявления, что люди проголосовали в Москве? Когда и как за этот процесс... Официально, я думаю, что утром уже будут известны итоги. А неофициально, вы все сегодня видели на протяжении всего дня. Хотелось бы увидеть именно подсчет голосов. Наверное, я отвечу на этот вопрос. Мы хотели сделать прецедент в том, чтобы это было в режиме реального времени. И если бы не были предпосылки к теракту, то есть подсчет голосов был бы в онлайне. То есть все могли видеть этот процесс. Помимо тех представителей прессы, которые могли присутствовать при подсчете голосов. То есть такого еще никто не производил. Но с технической стороны люди работают сейчас. Смогут ли они осуществить это на территории, которая будет происходить, я не знаю. Но представителей прессы мы никого не выгоняем и не допускаем. То есть любой представитель прессы может изъявить свое желание и присутствовать при подсчете голосов. Когда он будет происходить? На данный момент, я даже скажу так, я являюсь представителем от Донецкой Народной Республики. Ключи от ячеек находятся, я не владею точной информацией, но я знаю, что их пока еще не распечатывают. То есть они стоят под охраной, опечатаны, и вскрытие никто не производил. То есть... Была информация, что бюллетени поедут в Донецку и Луганскую область, и там будет произведен подсчет? Или все-таки будет произведен в Москве? Ну, я думаю, что он будет произведен в Москве, поедет акт, постановление о результатах туда. То есть этого будет достаточно. Последующий, да, там уже... Когда? Вот можно ли прийти и пронаблюдать за процессом подсчета? Сейчас технически есть вопрос. Подсчет, по-моему, ведется в данный момент. Просто мы выезжали, все бюллетни и все материалы были перевезены в президенты Народной Республики, которые находятся в штате казачества. Там сейчас обеспечена охрана, там члены комиссии. Вот просто по времени мы, не знаю, приступили или к подсчету, мы должны были... Ну, там будем стараться...